ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующим пунктом назначения у нас был город Бари. Ну, как город, так скажем, большая деревня. Мы приехали туда где-то как раз часа в три, заселились в отель и пошли на набережную. Сначала уперлись в какой-то залив, где не было абсолютно воды. Решили посмотреть по карте. Оказывается, это просто залив, а надо было пройти еще минут 15, чтобы дойти до пляжа. Пляжи на карте выглядели песчаными. Пришли мы туда и увидели гайку, такую крупную гайку, как в Брайтоне. Ну, что делать? Как бы решили там посидеть. Купаться я не пошла, потому что очень ветрено было. Но мы как бы разделься и немножко позагорали в купальниках, потому что все-таки вышло солнышко, и хотелось какого-то летнего такого состояния, раз уж мы находимся на пляжу и на берегу моря. Там мужчина летал на линдсерфинге, какие-то трюки делал. Кстати, рядом с городом Барри находится Кардив аэропорт. И там прямо над морем постоянно шли на посадку самолеты. Ну, как постоянно, не так, как в Лондоне, не каждую минуту. Ну, раз в 15 минут один самолет пролетал. Что еще? А, вот в этом городе Барри, на набережной, я начала... Ну, так как я человек искусства, артистичный человек и фотограф, как-то так получилось, что наклонила голову сделать селфи. Мои волосы от ветра в разные стороны разнесло. Ну, и фотографии такие интересные получились, что я решила и видео снять. Вот вам показываю. Ну, как бы словило ветер, что ли, или ветер в голове. Можно так назвать. Потом мы пошли по набережной в сторону. Там находится такой парк развлечений, называется Барри Айланд. Вот, где колесо обозрения и всякие игрушки, ну, как карусели для детей и взрослых, кто любит кататься на таких каруселях. Барри Айланд. Какoa! Захар» Барри Айланд. Субтитры подогнал «Симон»